Я обещал, что буду проводить много времени в России. Я завершил профессиональную карьеру и теперь началась жизнь после бокса. Я занимаюсь бизнесом, выхожу на новый уровень, знакомлюсь с интересными людьми. Думаете об инвестициях в России? Всегда думаю об инвестициях. Россия, Китай, Африка, Канада и другие страны и континенты. У меня очень много друзей по всему миру. Богатых друзей, миллионеров, миллиардеров. Но главное – это страсть. Ее нельзя терять. Я несколько раз был в России. Обсуждал в том числе развитие бокса здесь, подписание российских боксеров. Тогда как раз к теме бокса Альварес или Головкин? Кто? Я сейчас не особо слежу за событиями в мире бокса. Я знаю, что в ближайшее время в разных странах будет много больших боев. Но на данный момент я больше сфокусирован на делах за пределами ринга. У меня отличная команда, которая, если будет нужно, расскажет мне обо всем, что происходит в мире бокса. Как относитесь к желанию Оскара Деллахой также провести бой с Макгрегором? Он противоречит сам себе. Деллахой описал, что наш бой с Макгрегором не должен состояться. Это плохо для спорта и не имеет с ним ничего общего. Но я ответил, что это будет отличное шоу. Этот бой был интересен нам, обоим и миллионам зрителей. Деллахой продолжал настаивать на том, что поединка быть не должно. А теперь он сам хочет встретиться с Макгрегором. Он не добился того, чего добился я. Он не заработал таких денег, как я. Я настоящий. Мои болельщики и ценят меня за это. Я всегда говорю от чистого сердца. И ему это не нравится. Он не настоящий. Он подхалим. Он лжец. И он употребляет наркотики. Вы были первыми, кому удалось организовать подобный бой. Как считаете, есть ли будущее у такого рода поединков? Мэйвезер Макгрегор такое бывает только один раз. Мы оба проделали отличную работу, чтобы все это организовать. В итоге победил сильнейший. Им оказался я. Но Конора Макгрегора я уважаю. Он настоящий боец. И я уверен, что он наделает еще немало шума в UFC. Вы провели на профессиональном ринге 50 боев и во всех одержали победу. Какие поединки особенно запомнились? Абсолютно все. Все 50 боев были очень важны для меня и моей команды. И они не были легкими. В ринге я часто побеждал уверенно, но за его пределами порой было очень сложно из-за разных обстоятельств. Но я продолжал учиться и двигаться вперед. В боксе всегда надо оставаться сильным. На ближайшей Олимпиаде российским спортсменам придется выступать в нейтральном статусе. Это тоже опыт. Спортсменам из России надо продолжать усердно работать, постараться сохранить позитив и, главное, верить в себя. И вопрос, который до сих пор волнует всех ваших поклонников. Есть ли у них хоть один шанс из миллиона вновь увидеть вас на ринге? Сейчас я счастлив. Я многое сделал для бокса. Но ты не можешь боксировать вечно. Ничего нельзя делать вечно. Я полностью сфокусирован на бизнесе. Езжу в разные страны, общаюсь с хорошими людьми. В моем сердце любовь. А главное для меня – это мир. Субтитры создавал DimaTorzok